Сегодня отмечается день пожарной службы Беларуси. Профессионализм спасателей растет вместе с опытом и техническим вооружением. Причем сфера деятельности уже давно вышла за рамки страны. МЧС Беларуси не раз оказывала гуманитарную помощь иностранным государствам, в том числе в тушении лесных пожаров, например, Турции, Греции, России. А сейчас век развития получил западное направление. В рамках восточного партнерства Беларусь наращивает сотрудничество с ЕС. Из Словакии репортаж Александр Смирнов. Словакские татры – рай для любителей лыжного спорта зимой и экотуризма летом. Чарующие своей красотой горы – отдых для одних и работа для других. Специалисты по катастрофам ни на минуту не забывают – природная сила никогда не подчинится человеку. Но предвидеть и контролировать разрушительные явления можно. Дамба построена в конце 60-х годов для предотвращения паводковой волны с гор и горной реки Ваг. Еще палатины используются для производства электроэнергии, регулирования расхода воды во время засухи и выращивания форели. Многофункциональная дамба – одновременно и спасение, и домоклов меч для людей, живущих ниже по течению. Специалисты спасательных ведомств стран Восточного партнерства досконально изучают систему безопасности. Можно сказать, смотрят на проблему изнутри. Любая мелочь может привести к тому, что 360 миллионов кубометров воды обрушится на десятки тысяч человек. Это так называемая система фильтрации. Иногда вода заполняет все эти коридоры. Кстати, их протяженность более 1300 метров. Они расположены под уровнем дамбы на глубине 7,5 метров. Сразу после практических занятий теоретические, с помощью специализированной компьютерной программы, спасатели учатся разрушать дамбу, чтобы понять, какие силы могут вызвать катастрофу и как контролировать стихию. Для Беларуси проблема большой воды, как и для всего мира, самая актуальная. А эти разработки для МЧС словно карта боевых действий, когда еще до наступления противника можно просчитать пути отхода мирного населения. Есть достаточно мощное программное обеспечение, позволяющее рассчитать и визуализировать зоны подтопления. Но, конечно же, нам будет интересна эта программа, программный комплекс «Майк-11», разработанный Институтом водных ресурсов Королевства Дания, так как он позволяет наглядно продемонстрировать осложнение при пропуске весеннего половодия. В зоне подтопления дамбы Лептовска-Мара находится райцентр Руженберок, несколько небольших городков и деревень. Во время каникулы сезона отпусков население возрастает в разы. Причин тому много. В их числе четыре аквапарка, в которых ежедневно отдыхает по несколько тысяч посетителей. Пять лет назад по течению реки Вак была оборудована система раннего оповещения. По специальным громкоговорителям люди первыми узнают о надвигающейся опасности. Я беру в руки рацию и предупреждаю своих жителей о приближающейся катастрофе. Я говорю, в каком направлении двигаться, чтобы избежать опасности, что с собой брать и чего ждать в дальнейшем. Вместе с белорусскими специалистами на студенческую скамью сели коллеги из стран-участниц Восточного партнерства. Это спасатели из Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины. Впереди большой проект. Вместе с партнерами ЕС будет создаваться электронный атлас рисков. Программа в режиме онлайн позволит специалистам отслеживать ситуацию на потенциально опасных объектах и видеть, где и какая нужна помощь. Беда, как известно, не знает границ. Александр Смирнов, Юрий Тихонович, агентство теленовостей Словакия.